С нами на связи Руслан Осипенко, дипломат, эксперт, международник. Руслан, приветствуем вас в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Доброе утро, студия. Давайте действительно сейчас ряд международных изданий. Да и все, на самом деле, пытаются все-таки, наблюдатели пытаются понять, почему Си Зиньпинь не поехал на саммит, и чем это грозит репутацией как большой двадцатки. Тут тоже стоит это обсуждать, так и самого Пекина. Но вот то, что сказал президент Шаджо Байтен, давайте вспомним, да, и это было материально наших коллег, что все-таки он огорчен. Но я собираюсь встретиться с Си Зиньпином, так сказал Байден, журналистом, хотя и не сообщил, когда планирует это сделать. Я напомню, что последний раз Си и Байден встречались на саммите большой двадцатки в Индонезии в прошлом году. У вас есть, Руслан, ответ? Ну, я имею в виду, потому что тут несколько вариантов, может быть, почему так происходит. Но, в частности, почему лично сам Си Зиньпинь решил не принимать участие и не приезжать в Нью-Делье на саммит большой двадцатки? Да, есть один вариант. Он очень простой. Понятный для всех. Если БРИКС – это организация, которая действительно бросает вызов геемонии Соединенных Штатов и где Китай уже доминирует, заведя туда своих фолловеров, партнеров и укрепив свои позиции, то для Китая G20 – это западная структура, ловушка так называемая, потому что G7 – инициатор создания G20, введение стран, которые развиваются в расширенную вот эту вот G20. Поэтому это западная структура, к которой Китай продемонстрировал свое отношение не приездом Си Зиньпиня, а пониженным уровнем своей делегации. То есть, таким образом, Пекин дает сигнал, что это не его организация. Он там не доминирует, он там ни о чем не договаривается, что это организация Запада. А вот тогда, давайте я тогда зрителям нашим добавлю, что делегацию со стороны Китая как раз, она будет представлена, точнее так, Министерством иностранных дел Китая. Лят Син возглавит китайскую делегацию для участия в саммите. Это крупный и важный глобальный экономический форум. Китай всегда придавал ему большое значение и активно участвовал в соответствующих мероприятиях. Это то, что сейчас можно найти, и то, о чем говорит китайский МИД. Ну, действительно, давайте напомню нашим зрителям, что Ли это второй по рангу все-таки руководитель Китая, правая рука Си. Однако, вот я несколько таких анализов собрала, хочу немножечко что-то процитировать. Ну, в частности, давайте вот Джош Липский, это представитель Вашингтонского аналитического центра Atlantic Council. Он говорит о том, что отсутствие главы государства, в данном контексте он имеет в виду Китайскую Народную Республику и Си Зиньпиня, ставит под сомнение, а теперь цитирую, долгосрочную устойчивую жизнеспособность и успех G20. По его словам, отсутствие Си – это экзистенциальная угроза для будущего большой двадцатки. Видите ли вы такую определенную угрозу, да, насколько она реальна эта угроза? Либо же все-таки представительство со стороны Китая и представительство МИД Китая – этого достаточно для того, чтобы эта экзистенциальная угроза, о которой говорит аналитик, она на самом деле не имела такого масштаба, о котором говорит он и подразумевает. Ну, это говорит об отсутствии диалога между Соединенными Штатами и Китаем. Они представляют все организации, скажем так, которые есть сейчас в международной площадке, и это представлены или Китаем, где он доминирует, или Соединенными Штатами. Естественно, если Китай понижает уровень участия в какой-то из организаций, то понижается и уровень диалога. Вы хотите там решать какие-то проблемы, а Китая там нет, он представлен номинально. И если будет представитель вообще МЗС, а не представитель правительства, глава правительства, то это на два уровня они понизили, на две ступени они понизили уровень своей делегации, а не на одну ступень. Хотя там человек может быть приближен к СИ, но по иерархии рангов Министерство иностранных дел это официоз. Официальная структура, это знаете, когда не может поехать кто-то представитель из правительства, представлены послом на какой-то, представляют страну, посол представляет на какую-то страну в международной организации. Это формально вообще, то есть формальное участие. То есть страны нету, посол просто пришел и представляет, вот мы есть на самом деле, но вот на таком уровне. Поэтому да, диалог будет понижен, но это не угрожает G20. Просто не будут решаться глобальные вопросы, которые должны были решаться на этой площадке. Нужен тогда ли в целом представитель от Китайской Народной Республики вот такая вот церемониальность? Кому она, простите, тогда скажу, не дипломатично нужна? Если Си Цзиньпинь после саммита БРИКС отказывается встретиться в Индии с другими лидерами мира, почему тогда, в принципе, китайское правительство, Китай как таковой, будет представлен в Индии? Кому это нужно? Это входит в концепт Китая, а он очень простой. Концепт Китая следующий. Он использует структуры, созданные Соединенными Штатами по результатам Второй мировой войны, для того, чтобы укрепить свой международный имидж, но параллельно создавая свои структуры. То, что мы видим сейчас. Китай участвует в структурах Соединенных Штатов, но создает свои и укрепляет свои структуры, такие как БРИКС, ШОС. Вот он будет укреплять эти структуры. И со временем он предполагает, что доминировать в решении вопросов будут именно эти структуры, а не американские. Также мы отойдем немного от темы взаимоотношений Китая и США, конкретно Российской Федерации. Напомним, что Владимир Путин не будет приезжать на саммит G20 в Индию, будет представлен, скорее всего, господин Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Ожидается встреча также с премьер-министром Индии Нарандрой Моди. Тогда как оценивать вот такое представительство Российской Федерации? Не первое лицо будет отправлено в Индию, а господин Лавров будет представлять государство террорист. На какой уровень, в принципе, взаимоотношений тогда может рассчитывать Россия с Индией? И о каких, возможно, договоренностях может идти речь, как вы считаете, в Индии? Ну, с Россией другая история, потому что физический лидер России, он просто боится за свою безопасность и не едет на такие мероприятия. Поэтому Россия представлена министром иностранных дел. Но для Китая россияне это могут трактовать, что они солидарны с Китаем, и вот тоже понизили уровень, и вот на таком уровне G20, значит, они представлены. Хотя причины совершенно другие, как я сказал. Другой тогда аспект. Возвращаемся к теме взаимоотношений Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов Америки. Ранее мы обсуждали также тему в эфире Freedom о том, что Китай постепенно увеличивает свои влияния, кредитование банков Российской Федерации и в целом пытается постепенно юонизировать в целом экономику мира, по крайней мере, лишь некоторых государств. Как говорят ваши коллеги, эксперты, Китай, Пекин официальный пытается показать, что, сейчас буквально чуть ли не цитирую, что есть еще мир и за пределами Соединенных Штатов Америки, что такие месседжи и вызовы непосредственно направляются к Вашингтону. Если собрать события последних нескольких месяцев, встречи в формате БРИКС, обсуждение возможной агрессии в отношении Тайваня, приезды, визиты госпожи Раймондо, а также можно еще вспомнить визиты Энтони Блинкена, госсекретаря США, и в том числе Джанет Йеллен, министра финансов Соединенных Штатов Америки. Ныне оба государства, одно государство пытается, наверное, договориться, а другое выступает как недоговороспособное. Я думаю, тут понятно, кто есть кто. Согласны ли вы с такими акцентами? Правильно ли расставлены акценты? Ну, первое, по юаню. На последнем съезде КПК Китая действительно была утверждена программа интернационализации юаня. Создаются все условия и инструменты для того, чтобы юань стал международной валютой в международных торговых сделках. И для этого делаются практические шаги. Для этого Китай подписывает долгосрочные договора, например, со странами, которые поставляют ему энергоресурсы, как Иран, Саудовская Аравия, Россия. И рассчитываются, расчеты эти производят не в долларах, а в юанях, что расширяет сферу деятельности юаня. Затем электронная торговля забрасывается на перспективу, скажем так. Электронная торговля будет тоже использовать электронный юань. Тоже создан он и действует этот электронный юань. Он и опробован во время Олимпийских игр. Создается параллельная система SWIFT. То есть можно сказать, что Китай создает параллельные финансовые, мировые финансовые структуры для расчетов со странами глобального юга или со странами-членами инициативы «Один пояс, один путь». А там больше ста стран уже работают, втянуты в эту инициативу, сотрудничают, торгуют там. Ну и рассчитываются, большинство из них рассчитываются юанями. Вот, например, там даже в Латинской Америке, Америке, Аргентина осенью подписала SWOP на 5 миллиардов. И в рамках этих 5 миллиардов идут расчеты в торговле между Аргентиной и Китаем в юанях. Поэтому Китай активно продвигает юань, то есть выполняет программу партии по интернационализации юаня и по уменьшению сферы использования доллара. Дальше по, вы сказали, по тому, что договороспособные и недоговороспособные страны. Кто из них договороспособных? Стратегия Соединенных Штатов управлять конфликтом. Конфликт уже есть между Китаем и Соединенными Штатами. У них разные структуры власти, скажем так, политической. Одна персоналистская, другая демократическая. Поэтому, по сути, конфликт этот есть, никуда он не денется, и он будет. Но подходы Соединенных Штатов, они хотят управлять этим конфликтом на любой стадии. То есть они хотят конкуренции, но не конфликта. А Китай, он больше готов идти на конфликт, скажем так, особенно в последнее время. Потому что он считает, что Запад предпринимает шаги, которые геополитически его, так сказать, поджимают со всех сторон. Начиная от России, то есть видение Запада, это демократическая Россия, оторванная от Китая, заканчивая военно-политическими союзами АКУС и АКУАТ, которые окружают там Сьюа и с востока Китая. Поэтому Китай идет на такие более конфронтационные, показывает свою силу, скажем так, и требует, чтобы с ним общались на равных. Он считает, что недостаточно с ним считаются и недостаточно уважают. Например, почему нет диалога по линии министров обороны? Потому что Соединенные Штаты, с одной стороны, с точки зрения Китая, наложили санкции на действующего министра обороны, а с другой стороны говорят о том, что нет диалога между министрами обороны. Китай требует, чтобы сняли санкции сначала с министра, а потом будет диалог. Вот это показательный пример отношений между двумя странами, скажем так, по линии диалога. Китайская Народная Республика готова продолжать агрессивную активность, если так можно, собственно сказать, даже в свете последних сообщений о замедлении экономического роста. И в случае, если сопротивление все-таки произойдет непосредственно на поле боя, экономика будет играть главную роль, накоплено ли достаточно у официального Пекина средств финансов для ведения любой агрессии, дипломатической, военной, на любую из них нужно достаточное количество денег, скажу вот так просто. Соединенные Штаты, понимая, что реализуется концепция Китая, принятая в 2013 году, и она направлена на доминацию Китая, в 2018 году при Трампе начал торговые войны для того, чтобы сдержать Китай. Эти торговые войны в 2021 году переросли в технологические войны противостояния. Это чиповая война, так называемая, и так далее. Для того, чтобы сдержать развитие Китая, с одной стороны, с другой стороны, дать возможность опережающего технологического развития именно Соединенным Штатам Америки и ее партнерам. Поэтому сейчас две страны в конфликте, и две страны не могут позволить себе прямого конфликта, о чем говорят визиты министров торговли и министра финансов Соединенных Штатов в Китай. Почему? Потому что экономики обеих стран ослаблены. Они ослаблены и американская экономика, и китайская. Это раз. Вторая причина, почему они не могут позволить себе конфликта, это то, что они взаимосвязаны в торговле очень сильно. Это такие сосуды, сообщающиеся, скажем так. Соединенные Штаты для Китая – это второй рынок торговый после Европейского Союза. И третий момент, который не позволяет перейти к прямому противостоянию, это наличие ядерного оружия у стран и наращивание Китаем своего ядерного потенциала. Поэтому вот эти три сдерживающих фактора не дают перейти к прямому противостоянию. Но идет жесткая конкуренция между Соединенными Штатами и Китаем, если можно сказать. Вернемся к теме G20. Да, и отсутствие господина Си на этой встрече в Индии. Путина не будет, Си не будет, но будут, скорее всего, представлены африканские страны. Африканские страны планируют поддержать лидеры Европейского Союза на саммите G20 в Индии заявку Африканского Союза на место постоянного члена Большой Двадцатки. Агентство Bloomberg об этом сообщается с ссылкой на источники, которые знакомы с ходом подготовки к мероприятию. Путина не будет, Си Цзиньпиня не будет. Это прекрасная возможность наладить отношения в целом с континентом Африка. Как вы считаете, насколько успешна может быть такая попытка и как такой ход может изменить в целом баланс взаимоотношений с глобальным югом? На самом деле мы находимся в транзитном периоде противостояния США и Китая, когда идет разрушение союзов противника и создание своих союзов и укрепления. Вот то, что мы видели на БРИКС, это как раз укрепление союзов Китая за счет стран глобального юга. Соединенные Штаты тоже стараются ослабить какие-то союзы Китая и укрепить свои за счет стран глобального юга. Вот на G7 было принято решение, вы знаете, о создании фонда на 600 миллиардов для того, чтобы уменьшить зависимость стран юга от Китая в первую очередь. И Запад пообещал развивать инфраструктуру независимо от политического строя в той или иной стране глобального юга. Они поняли, что нести демократию – это контрпродуктивно для них. Поэтому идет борьба за страны глобального юга. И G20 – это как раз та площадка, на которой пытаются втягивать большее количество стран глобального юга на сторону Западного Альянса, чтобы они были прозападными. Можно это проследить по визитам потом Байдена. А после G20 он собрался во Вьетнам. То есть Индия и Вьетнам имеют проблемы территориальные с Китаем. Вот Соединенные Штаты будут усиливать взаимоотношения как раз с этими странами. Переносить туда свои производства, давать свои технологии, инвестиции для того, чтобы развивать эти страны, чтобы балансировали Китай, чтобы он не был таким монопольным доминантом в Юго-Восточной Азии. Давайте тогда напомним, финализируя общение с вами, что как раз Байден посетит Индию с 7 по 10 сентября для участия в саммите стран Большой Двадцатки. После чего вы уже сказали, как раз хотела вам тоже адресовать этот вопрос. Но вы вспомнили Вьетнам. И понятно, что администрация Байдена стремится таким образом укреплять отношения США и азиатских государств. Но вот хочу все-таки еще раз в финале уже у вас спросить, все-таки Пекин не дает сейчас, как правильно сказать, но это же не впервые, кстати, да, вот это мы обсуждаем, что господин Синь не будет принимать участие в саммите. Но вот как утверждает сам Пекин, скорее всего, Си Зиньпин не примет участие в саммите. Ну а далее то, что мы уже говорили, это об этом сообщает агентство Reuters, что принимать участие как раз будет и представлять Китай, премьер-министр КНР Ли Циан. Скажите, пожалуйста, ну у нас с вами сегодня пятое число. В принципе, есть все-таки вариант того, что в ближайшие часы, в ближайший день изменится решение господина Си, и он будет лично принимать участие. Потому что все-таки уже не впервые были такие подобные случаи, когда нет четкого ответа, да, или нет в отношении определенных важных международных событий. Ну а потом как-то ближе к событию, ближе к какому-то решению определенного важного, все-таки события проблемного, была реакция абсолютно уже там какая-то утвердительная. Либо же здесь, скажем так, исходя из того, что мы с вами сегодня обсуждаем, нет смысла уже принимать участие, ну скажем так, если Зиньпин уже окончательное свое слово фактически сказал. Ну для восточной дипломатии это будет не характерно. Это что-то должно быть экстраординарное произойти, чтобы Зиньпин изменил свое решение и поехал на этот саммит. Потому что это будет потеря лица. Сначала я не еду, потом еду. Это, знаете, это же, ну, это не детские игрушки. Поэтому на Востоке это будет считаться, что потерял лицо. Каким-то образом, значит, его затянули туда все-таки на G20, когда он сначала сказал, что не хотел туда ехать. То есть он покажет свою слабость, проявит свою слабость фактически. Это так вот будет трактоваться на Востоке. Поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что он навряд ли изменит решение и навряд ли посетит G20, если уже было заявление о том, что он не собирается туда ехать. Огромно, Руслан, за участие в нашем событии. Мы будем следить за тем, что будут происходить в Нью-Дели. Важные все заявления. Еще раз напомню, с 7 по 10 сентября с нами же сегодня. На связи был Руслан Осипенко, дипломат, эксперт международник. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.